Патрульные мероприятия мы проводим практически в ежедневном режиме. Потому что сейчас идет ледостав, толщина льда не везде одинакова, и поэтому есть угроза провала человека под лед. Лед для безопасного пребывания должен быть больше 20-30 сантиметров, но опять же это не говорит о том, что лед безопасен. Совместно со спасателями профилактической работой занимаются и другие профильные службы. С теми детьми, которых удается обнаружить на льду, проводятся беседы. Об этом сообщают учителям и родителям ребенка. На них в том числе могут составить административный протокол с назначением штрафа за неисполнение родительских обязанностей. В случае нахождения ребят на льду, узнаются телефоны, сообщаются родителям. И уже либо составляется протокол об административном правонарушении по статье 5.35, то есть неисполнение родителями своих родительских обязанностей. Потому что в целях предотвращения трагедий с детьми. Специалисты напоминают родителям, что необходимо контролировать места пребывания детей и рассказывать им об опасностях нахождения на льду. Ведется профилактическая работа и в образовательных учреждениях, и в классах, где обучаются дети, которых удалось обнаружить на водоеме. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Продолжение следует...